Граненый стакан как показатель мастерства. Именно с его помощью определяют лучшего таксиста края. Стакан наполняют водой и возят на крыше авто, чтобы определить плавность езды. В идеале доехать до конца трассы нужно ни пролив ни капли, но кто-то слишком торопился. Что сложнее? Вот это испытание или все-таки на дорогах города ездить? Здесь сложнее, мне кажется. Змейково проходит. В городе уже привычнее. Сегодняшнее соревнование. Второй краевой конкурс таксистов. Заявлялось на него 30 человек. В финал прошли только 10. Здесь за 4 минуты нужно быстро, но правильно проехать змейкой, повернуть, припарковаться. И, конечно, не забыть про детское сиденье. Но все это не самое сложное. Теория самая сложная, потому что правила дорожного движения, оно, конечно, понятно, что все с этим сталкиваются. Но, возможно, какая-то буквально формулировка не та, непривычная водителю такси. И все. Или картинка, может быть, какая-то попалась в вопросе тестовом. И только так. А здесь практика, ну, они каждый день за рулем. Это профессионалы. Профессионалы, но их навыки стоит обновлять. За таксистами пристально наблюдают, признают ГИБДД. Они потому что на виду все, они расклеенные, имеют окраску свою. И если они попали в дорожно-транспортное происшествие, поэтому сразу все видят это. И в соцсетях выставляют часто фотографии. Опять таксист нарушил правила, попал в дорожно-транспортное происшествие. Вызывает общественный резонанс. Сложности я определенные испытываю. Ну, наверное, в части дорог я бы не сказал, потому что мы все равно продвигаемся в части национального проекта «Безопасные дороги». Но функционирование днем и ночью определенные режимы труда требуют, конечно, внимания, требуют объединения в какие-то союзы. То, что рекомендуем мы всегда, чтобы появлялись ассоциации, защищали права тех, кто трудится за рулем. А тем временем в крае почти 30 тысяч официально зарегистрированных таксистов. Целая армия на колесах с шашечками, которым мы доверяем свое время, здоровье и жизнь. В тройку победителей краевого этапа вошли Александр Кузьмин, Федор Ермаков и Владимир Ради, все барнаульцы. Будем ждать их успехов и на всероссийском уровне. Валентина Аскерова, Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...